Уважаемые участники нашего заседания, современный мир находится на стадии глобальных перемен, вступает в эпоху масштабных преобразований и стратегического развития. Приходит осознание необходимости формирования на смену однополярной системе управления новых центров принятия решения, обеспечивающих учет интересов всех участников международных отношений. Внимание, проявленное к мероприятиям, проходящим сегодня в Москве, однозначно свидетельствует о том, что одним из таких центров должен стать Евразийский экономический союз. Мы, наконец, продвинулись в вопросах поддержки проектов в области промышленной кооперации. Подготовлено решение об оказании финансового содействия таким проектам за счет средств бюджета ЕАЭС. Это знаковый документ, и мы ожидаем от него серьезной практической отдачи. Вместе с тем, по ряду важнейших вопросов внутренней повестки нашей интеграции мы двигаемся сложно и откровенно медленно. Прежде всего, речь идет о формировании общих рынков газа, нефти, нефтепродуктов, реализации мероприятий цифровой повестки, либерализации транспортного рынка. В узком составе широко об этом говорили. А ведь это основополагающее для наших экономик сферы деятельности, и их актуальность на фоне санкций только возросла. Приоритетной задачей для всех нас остается создание полноценного экономического союза. Все отмечают наличие прогресса в данном вопросе, но я остаюсь на прежней позиции. Ни барьеров, ни ограничений быть не должно вообще. Это базовый принцип построения нашего союза, и мы должны достичь цели в самое ближайшее время. Проделана большая работа по формированию общего рынка государственных и муниципальных закупок. Не без проблем, но рынок госзакупок функционирует. Однако для его дальнейшего полноценного развития необходимы подписания и скорейшее вступление в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок и правил взаимного признания электронной цифровой подписи. Более того, есть резерв для расширения соответствующего сектора экономических отношений. Помимо госзакупок существует и сфера госкорпораций. Считаю, что снятие ограничений по доступу к закупкам государственных корпораций благотворно скажется на экономике союза. Еще один приоритетный вектор развития союза – совершенствование транспортной инфраструктуры и развитие эффективной логистики. Президент Казахстана в узком составе поднимал этот вопрос и на примерах показывал, насколько это важно для развития нашего союза. В связи с разворотом наших экспортных потоков на юго-восток очень важно совместными усилиями прорубить окно в страны названного региона. Это бездонный рынок для наших товаров. В то же время мы должны обеспечить равный доступ к имеющейся и создаваемой инфраструктуре, чтобы в дальнейшем не возникло неприятных ситуаций, как в случае с экспортом на рынки третьих стран лесоматериалов через территорию государственных членов, ну и, как Казахстан говорит, о каменном угле. Считаю целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о либерализации автомобильных перевозок в третьи страны без необходимости получения специальных разрешений. Хотелось бы также затронуться относительно новый, но весьма актуальный аспект нашей интеграции – климатическую повестку Союза. Мы уже не первый год наблюдаем, как Европа активно готовится к торговле в сложившихся условиях. Разрабатываемый странами Евросоюза механизм трансграничного углеродного регулирования станет серьезным инструментом воздействия на международную торговлю. Евросоюз получит дополнительную возможность для маневра. Товари, признанные чистыми, будут допускаться на рынок, а то, что им не нужно будет, просто блокироваться. Они умеют это делать. В этой связи, в рамках нашего Союза, важно объединить усилия и выработать собственные подходы и меры реагирования на климатические вызовы. Нужно планомерно двигаться к структуре экономики, которые прообладают производство и технологии с низким уровнем выбросов парниковых газов. Наш ответ на санкционное давление – активизация взаимодействия ШОС, БРИКС и ОСЕАН, заключение новых торговых соглашений и конструктивное взаимовыгодное сотрудничество со всеми, кто готов с нами дружить и работать. При этом обращаю внимание, что в итоге должен быть обеспечен баланс интересов всех участников. Задача непростая, но уверен, комиссия обладает необходимыми навыками и компетенцией. В завершение отмечу, Беларусь поддерживает инициированную в рамках российского председательства необходимость определения подходов к формированию новой стратегии развития евроинтеграции до 2030 года, а где-то, может быть, и до 2045. В то же время хочу подчеркнуть, что при подготовке актуальных стратегических документов наш Союз может представлять интерес, опыт реализации некоторых инициатив, нашему Союзу это важно, на уровне нашего союзного государства Беларуси-России, о котором так много вчера говорил на форуме президент Казахстана. Вместе с тем хотел бы предостеречь всех нас от излишнего увлечения стратегическим планированием. Но это мы умеем делать, это просто. По крайней мере, эта полезная работа не должна отменять или подменять практическую деятельность по реализации целей и задач договора ОЕАЭС, который ведется государственными членами и комиссией уже сейчас. Чтобы накопилась масса конкретных вопросов, которые надо снимать. Они на поверхности. Уважаемые коллеги, убеждены, что совместными усилиями нам в полной мере удастся реализовать потенциал нашего Союза как внутри объединения, так и на внешнем контуре. Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!